Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый Президиум. Позвольте поблагодарить за приглашение выступить на Пятом Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи», который набирает все больше и больше сил и становится все более и более популярным с каждым годом. И он уже достаточно конкурентный. Я посмотрела программы этих дней, уже все это более плотное, все более интересно. И, в общем-то, это уже конкурирует с онкологическими форумами в Москве. Позвольте вас познакомить с особенностями течения и ведения пациентов с диффузными крупноклеточными лимфомами старшей возрастной группы. Ну, диффузно-крупноклеточные лимфомы – это достаточно излечимые на сегодняшний день потенциальное заболевание, лимфопролиферативное. Заболеваемость, к сожалению, в последние годы увеличивается и больше всего в старшей возрастной группе. На сегодняшний день недостаточно представленные данные или клинические рекомендации или клинические исследования для того, чтобы выработать достаточные алгоритмы для ведения пациентов старшей возрастной группы. Оптимальные терапевтические подходы для этих пациентов просто переведены из общих рекомендаций. Прежде всего, у них возникает проблема назначения стандартной терапии и связана с этим более высокая токсичность. Но поэтому часто встречается у этих пациентов неоправданная редукция противоопухолевой терапии, что, конечно, отрицательно влияет на результат лечения. Учитывается функциональный статус пациентов, коморбитность или не учитывается при выборе тактики ведения этих пациентов. И на сегодняшний день отсутствуют стандартные рекомендации для ведения этих пациентов. Диффузно-крупноклеточная лимфома одинаково часто встречается и среди мужчин, и среди женщин. Заболеваемость увеличивается в среднем где-то на 10% в год, и это в основном у пациентов старшей возрастной группы старше 60 лет. Около 50% среди пациентов с диффузно-крупноклеточными лимфомами составляют возраст старше 65 лет, и к 2030 году отмечается увеличение среди пациентов этого заболевания в возрасте старше 75 и старше 85 лет. Стандартная терапия – это антрациклинсодержащая кардиотоксичная терапия. И, что важно, что про перспективные клинические исследования у пожилых пациентов показали значительные терапевтические эффекты при этом заболевании. Действительно, в последние годы эта заболеваемость увеличивается как с возрастом среди женщин, так и среди мужчин. С чем прежде всего сталкиваются онкологи или гематологи при назначении данной терапии у этих пациентов? Это другие опухоли, это сопутствующие патологии, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, дисфункции печени, почек и другие заболевания. Высокий рик токсичности связан с сопутствующей патологией, со сниженными резервами костно-мозгового кровотворения, со сниженным функциональным статусом, психологическим статусом, сниженной массой тела, изменениями фармакодинамики и фармакокинетики противоопухолевых препаратов сопутствующей терапии и проблемами, конечно, строгого выполнения назначений врача. Неблагоприятным фактором для всех пациентов на первом месте – это возраст пациентов и больше одного фактора – это уже промежуточные и дальше более высокие риски этой группы пациентов. В зависимости от стадий, даже при локальных стадиях, неблагоприятным фактором прогноза является возраст старше 60 лет и больше одного фактора – это уже высокий риск возникновения рецидивов. Если говорить о международном прогностическом индексе НССН, то возраст здесь вообще, если старше 75 лет или 75 лет, то это уже прогностический индекс 3, что вносит существенный вклад в прогноз данной группы пациентов. Неблагоприятным фактором поражения центральной нервной системы также один из неблагоприятных прогностических факторов – это возраст пациентов старше 60 лет. Если смотреть на зависимость стадии заболевания от возраста, когда был установлен диагноз, то мы видим, что чем старше возраст, тем даже увеличивается доля пациентов, у которых вообще не стадировано заболевание, и также увеличивается доля распространенных заболеваний, причем значимо более 50%. Очень часто эта группа пациентов не обследуется полноценно, так как это должно быть при данном заболевании. И если говорить о возрасте старше 70-85 лет, то это уже достаточно значимо, не полностью дообследованные пациенты. Если говорить о высоком функциональном статусе, то он тоже коррелирует с возрастом пациентов. У пациентов старше 75 лет высокий функциональный статус встречается менее чем у 20%. Стандартная терапия – это ЧОП. Она достаточно эффективна, антрациклинсодержащая. Но если сравнивать у пациентов более молодого и пожилого возраста, то видно, что продолжительность ремиссии, частота полных ремиссий снижена. Хотя эффективность сопоставимая, токсичность выше и летальность выше у других заболеваний. Рандомизированные исследования показывают, что доза уплотненной курсы и добавление других препаратов в стандартный режим химиотерапии, но вызывает более значимую токсичность у пациентов этой группы. Стандартный режим с ретуксимабом, конечно, значимо улучшает эффективность, как частоту полных ремиссий, выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость у пациентов этой группы и вообще у пациентов с диффузно-крупноклеточными лимфомами. Проведение 8 курсов не оправдано, доза уплотненной режима этим пациентам лучше не проводить. Продолжаются исследования у старшей возрастной группы, где изучаются, в том числе, кроме стандартных режимов химиотерапии, профилактические введения интертыкальные метатриксаток с дексаметазоном для профилактики поражения центральной нервной системы у пациентов группы высокого риска. Наиболее оптимальным считается все-таки режим ЧОПЭР с проведением раз в 3 недели или 21 раз, потому что более уплотненная доза режима, это более часто возникает осложнение 3-4 степени, это гематологическая токсичность и фибрильная нитропения, и разные инфекции. Профилактика фибрильной нитропения рекомендуется этим пациентам с первого же курса. У этих пациентов более длительные госпитализации по сравнению с пациентами более молодого возраста и достаточно высокая летальность, связанная прежде всего с инфекционными осложнениями. Альтернативными режимами стандартного режима могут быть липосомальный доксорубицин, но не во всех центрах доступен. Здесь более низкая кардиотоксичность, в том числе и кардиотоксичность 3-4 степени. Это мини-ЧОПЭ с редукцией до стандартного режима. Это замещение на другие препараты доксорубицина, например, на гемзар. Это использование монотерапии, вина рульбина, гемзара того же. И достаточно эффективная комбинация для пациентов старшей возрастной группы. Это бендамустин в комбинации с ретоксимабом. Здесь высокая частота около 50% полных ремиссий. Это очень благоприятный, очень токсический профиль. И можно использовать у пациентов пожилого возраста с сопутствующей патологией, со снижением фракции выброса левого желудочка и с более низким функциональным статусом. Также могут быть использованы другие альтернативные режимы у этих пациентов. Но если даже смотреть у пациентов более старшей возрастной группы, более 80 лет, то даже мини-режим ЧОПР все-таки он связан, несмотря на хорошую переносимость и высокие показатели отдаленных результатов. В общем-то здесь летальность, связанная с лимфомой, составляет около 20% и связанная с токсичностью около 8%. Часто используется, особенно при распространенных стадиях, у пациентов старшей возрастной группы префаза перед начальной терапией. Она достаточно эффективна. Это или кортикостероиды, или какая-то монотерапия, допустим, андоксаном. Эта префаза снижает синдром лизиса опухоля, снижает осложнения. Но надо учитывать, особенно при назначении кортикостероидов, наличие сахарного диабета в анамнезе. Если анализировать проведение химиотерапии в первой линии пожилым пациентам, то видно, что только где-то около 66% она проводится в более старшей возрастной группе, то есть коррелирует с возрастом. Ну и часто назначаются другие альтернативные режимы в связи с этим, и результаты общей выживаемости тоже снижаются в более старшей возрастной группе. Ну вот, в зависимости от возраста показано, что в более старшей возрастной группе, конечно, значимо снижаются показатели общей выживаемости. Химиотерапия в первой линии в зависимости от возраста и функционального статуса, то есть при возрасте более 75 лет со статусом ЭКОК-3 или 4, химиотерапия вообще не проводится более чем у 50% пациентов. 6 циклов химиотерапии РЧОП в 21 день достаточно оптимально для пожилых пациентов. Большинство пациентов могут получать и должны получать лечение в полной дозе. При выборе соответствующих методов лечения важно учитывать различия между пожилым возрастом и ослабленным пациентом, и возможно применение различных альтернативных режимов терапии в более старшей возрастной группе. Активно изучается лучевая терапия у этих пациентов, то есть возможность локального воздействия на данную терапию. Консолидирующая терапия не проводится. Лучевая терапия может проводиться эффективно при больших опухлевых массах, также при локальных стадиях, если это первая стадия в комбинации с системной терапией. Но все-таки если говорить о лучевой терапии, то она показана пациентам старшей возрастной группы, особенно в тех ситуациях, когда это первая стадия или это первая-вторая стадия с большой опухлевой массой. И продолжаются сейчас изучения, перспективные исследования при эффективности лучевой терапии при статусе промежуточном под негативным болезни. Поддерживающая терапия не показала преимущества в выживаемости без прогрессирования и также в общей выживаемости. Но в некоторых случаях может в качестве поддержки использоваться ритуксимаб у этих пациентов в каких-то отдельных случаях. При рецидивах и рефракторных формах с диффузно-крупноклеточной лимфомой у пожилых пациентов, отмечено это после стандартной химиотерапии, у 30-40% возникают эти рецидивы. Чаще они всего возникают в течение первых двух лет. До 10% встречается первичное рефракторное течение. Обязательно подтверждение рецидива биопсии. Должно быть проведено полное рестадирование, включая МПТКТ, как и у обычных пациентов. То есть должно быть полное обследование перед рецидивом. Проводится терапия второй линии. Учитываются факторы прогноза. Чаще всего у этих пациентов терапия второй линии эффективна. Особенно в тех случаях, если они не получали ретуксимаб в первой линии. Или рецидив был после 12 месяцев или 6 месяцев, после завершения первой линии терапии. Недостаточно данных при применении у пожилых пациентов высокодозной химиотерапии. Хотя в последние годы все чаще и чаще применяются в более старшей возрастной группе высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией гемопатических твловых клеток. Хотя здесь надо учитываться в настоящее время биологические возрасты. Нам пока от этого никак не отойти. Коморбитность, высокие риски осложнений. Они, конечно, выше у пожилых пациентов, особенно старше 70 лет. И на сегодняшний день нет стандартов для проведения терапии второй линии у данной группы пациентов. Чаще всего используются, если это кандидаты для трансплантации костного мозга и проведения высокодозной химиотерапии, режимы это спасение РАИС или РТХАПС. Лучше их приводить с ретуксимабом, но надо учитывать токсичность этих препаратов, нефротоксичность цисплатина и нейротоксичность изофосфамида. Альтернативно можно использовать комбинацию оксалеплатина с гемцитабином, гемокс. И если отмечена химиорезистентность, то обсуждать участие пациента в клиническом исследовании, если это возможно. Ну, немного сообщения о проведении высокодозной химиотерапии, но тем не менее, конечно, если это возможно, то улучшаются показатели выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Если не кандидаты для высокодозной химиотерапии, то можно не проводить эти боли токсичные достаточно для пожилых пациентов в режимы АИС и ТХАП, и можно проводить другие альтернативные режимы – терапия спасения. Это биндомустиен, метрономные режимы, гемокс, режимы без антракциклиновых антибиотиков, в зависимости от того, какой статус пациента, какая сопутствующая патология, какое было предшествующее лечение. Повторные рецидивы, то есть используются альтернативные режимы второй линии, может обсуждаться палеоактивная лучевая терапия, предпочтительно, конечно, участие в клиническом исследовании этих пациентов. Но отсутствуют рекомендации на сегодняшний день, хотя этому вопросу уделяется все больше и больше внимания. При рецидивах все-таки начинает использоваться у этих все чаще и чаще пациентов высокодозная химиотерапия, и также они участвуют в клинических исследованиях. Также есть опции использования современной иммунотерапии у данной группы пациентов. Здесь есть мишени, это PD-L1 и PD-1. Они не такие высокая частота экспрессии при диффузно-крупноклеточных лимфомах, как, например, при лимфоме Ходжкина. Но, тем не менее, проводятся клинические исследования. Это сочетание или монорежимы этих препаратов. Неволумаб достаточно активно изучается и не выявляет различий по эффективности и токсичности у пациентов более молодой группы и более старшей молодой группы. Также антипедиа, L1 препараторы изучаются в комбинации со стандартными режимами химиотерапии. Также как дополнительная опция, которая сейчас развивается и которая все больше и больше уделяется вниманию. В последние годы это кардклеточная терапия. Здесь есть мишени CD19 у больных с крупноклеточными лимфомами. Пока мало этих пациентов, но, тем не менее, есть данные о том, что и включаются пациенты старшей возрастной группы в эти клинические исследования. И даже при достаточно агрессивных диффузно-крупноклеточных лимфомах, таких как дабл-хит или триплет-хит, достаточно высокая частота полных ответов у этих пациентов при использовании кардклеточной терапии. На сегодняшний день проблема кардклеточной терапии, кроме ее сложной достаточной технологии, дороговизны, это серьезные побочные эффекты, которые на сегодняшний день изучаются. Изучается коррекция этих побочных осложнений. И все-таки ожидаются результаты более длительного применения этой кардклеточной терапии у вообще всех пациентов, в том числе и с лимфомами. Но если говорить о клиническом случае, вот у нас 71 год, пациентка с диффузно-крупноклеточной лимфомой, он же себе подсип, локальная стадия, но это X, E стадия, прогностический индекс 2. Из-за возраста и повышения лактогидрогеназы проведено 6 курсов стандартной химиотерапии и проведена лучевая терапия на зону исходного поражения в СУД-30 с ГРЭЙ. В сопутствующей терапии перенесенная вирусный гепатит, фастинфекция, противовирусная терапия не проводилась, гипертоническая болезнь, галукома, мочекаменная болезнь, токсичность из 6 курсов, 4 курса осложнились агронолцитозом, последний курс очаговой пневмонии в нижней доле левого легкого, который лечился достаточно продолжительно, это с 22 декабря по 9 января, то есть более 2 недель, и получен достаточно хороший подположительный ответ. И в этом году мы провели высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией гемопатитических стволовых клеток пациенту 70 лет с диффузно-крупноклеточной лимфомой, с исходной первой АЕ стадии, IP2, после 6 курсов химиотерапии, стандартной химиотерапии, который закончился в октябре 2018 года, у него наступило, в общем-то, достаточно быстро прогрессирование основного заболевания, он хорошо перенес 2 курса терапии спасения, был получен хороший ответ, и проведена высокодозная химиотерапия, мы ее буквально недавно закончили, и ждем оценки эффекта. Токсичность вполне приемлемая, была какой-то выраженной, особенной токсичности у этого пациента не было. То есть, в принципе, если при выборе тактики нужно ориентироваться не только на биологический возраст пациента, когда мы говорим об агрессивном лечении. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Лариса Валентинна. Коллеги, вопросы есть? Можно я задам тогда, пока думают коллеги? У меня несколько вопросов, на один вы уже ответили. Я так понимаю, вообще, в принципе, мы говорим о потенциально излечимом заболевании. Правильно? Потенциально излечимом заболевании. Потенциально, то есть это пожилые люди с потенциально излечимым заболеванием. То есть отдельных рекомендаций для них не существует? Пока не существует, но вот мы ждем, что будут разрабатываться сейчас, после того, как будут разработаны наши рекомендации по солидным заболеваниям, следующий этап – это будет разработка рекомендаций по гематологическим заболеваниям. И мы думаем, что пациенты старших возрастных групп войдут в эти рекомендации, потому что им действительно нужен отдельный подход. Хорошо. И еще о приверженности этих пациентов к лечению. То есть они хотят лечиться? Ну, вот те пациенты, с которыми мы сталкиваемся, конечно, они хотят лечиться. А с чем связано снижение выживаемости этих пациентов? Вы говорите, выживаемость хуже, чем у пациентов более молодого возраста. Они достигают своего биологического возраста? Они отказываются на каком-то этапе от лечения или в связи с осложнениями? Ну, здесь комплекс факторов. Это прежде всего то, что мы говорили. Первое – это неполная дообследованность этих пациентов. Недооценка их. Первое. Второе – значит, если они не полностью обследованы, значит, терапия может быть проведена неадекватно. Это второе. То есть очень часто в других центрах не делают ПЭД, КТ, КТ всех зон, тоже трепанобиопсию костного мозга. То есть вот просто, очень часто, никого не хочу обидеть, просто выполняется УЗИ брюшной полости, в лучшем случае там компьютерная томография грудной клетки до начала лечения. И, в общем-то, проводятся какие-то курсы химиотерапии. И здесь не оценивается вовремя эффективность лечения, не принимаются дальнейшие какие-то коррекции по тактике введения. Очень часто необоснованная редукция, что по дозам препаратов, что по курсам. И также высокая токсичность этого лечения, потому что эти пациенты требуют такого же наблюдения, скажем, как пациента молодого возраста при проведении интенсивной химиотерапии. То есть более длительной госпитализации, более длительного наблюдения. Не каждый центр может себе это позволить. И, конечно, это все непросто. Такое проведение стандартной химиотерапии у пожилых пациентов. То есть накладывается еще один фактор материальный. Вы изначально редукцируете дозу таких пациентов? Нет, мы вообще не придержимся правила редукции доз без оснований. Хорошо. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...